каким образом обычно люди придумывают фотосессии но я имею ввиду портретные там всякие жанровые там со смыслом обычно начинается у всех с идеи до всяких там приходит идея под эту идею собирается образ ищется модель выбирается локация или там снимается студия но это у нормальных людей а как происходит у курильщиков таких как я кстати всем привет а у меня иногда бывает это совершенно по-разному иногда это все крутится вокруг какого предмета появился у саши японский меч предположим не настоящий разумеется а там имитация какая-то и ты такой о надо что-то снять с этим мечом или там появилась у саши новое объективе на какая-нибудь и такой о объектив новый надо что-то снять хотя это наверное знакомо каждому потому что по крайней мере в группах различных тематик типа тфп съемка нередко видишь такое объявление чтобы протестировать новое оборудование возьму пару-тройку тфп съемок там ну и бла-бла-бла ум и такое имеет нам право на жизнь но иногда это случается и таким образом как это произошло вот последний раз у меня последний раз а крайний раз текст тоже слово дурацкой крайне последний короче вот прям почему последний предпоследний аж после нее еще одну съемку провел вот предпоследний раз у меня катался на велосипеде значит по прекрасному городу краснодару ехал я на по улице путевой и увидел прекраснейшую заброшку какой-то столь фабрика то ли завод короче какая-то хрень я такой думал блин там наверно классно как бы туда проникнуть но ехал я разумеется катался по делам не просто же так это катаюсь ездил я в банк суд убрать на новую камеру шучу ладно карту новый получал старая сдохла закончилась срок истек и когда я ехал обратно я уже такой думаю ну все надо найти надо найти как проникнуть туда уже внимательный периметр там изучить наверняка есть лаз какой-то там везде забор и газа накручены местами то есть так прям охраняется как объект какой-то секретный это что еще больше любопытства под подстегивает и в итоге я туда залез вот я сейчас вам видосик включу наткнулся на такую заброшку решил прогуляться полазил я там ну так чуть-чуть лазил лазил и в итоге наткнулся блин на прям на такую мега локацию которая мне понравилась по свету вот она далмен и с другой стороны остатки древней цивилизации не провалиться никуда видите какие дыры провалишься и ногу нахер сломаешь смотреть куда наступаешь здесь какое-то оборудование стояло мать какой смотрите какой свет классный сверху идет капец атмосферно освещение просто вот здесь вот вот здесь я хочу что-то сфотографировать такой вот мрачный сталкеровская просто просто пушка бомба надо кого-то ловить модель пока здесь все это не перекрыли не сломали не закрыли брать и снимать и как вы сами уже поняли я прям возгорел желанием там поснимать причем зуд был неимоверный вот это все происходило в субботу я подумал что если я воскресенье завтра же это не отфотографирую то это опять ждать неделю а там мало ли вдруг досками это пласт заколотят через который оттуда проник и что потом не делать несчастному слава богу в городе оказалась екатерина екатерина это если что моя знакомая с которой когда-то я имел удовольствие вместе работать а потом впоследствии мы с ней продолжили общение основном я привлекал к 4 моделей она я знаю как бы за любой разумный кипиш кроме голодовки поэтому я и написал горит и в городе на да в городе гофото цена говорит а чё за тема я вот такой вот видосик тебе вот такая заброшка есть виток клёво все то есть договорились встретились залезли на эту заброшку по ней полазили в разных местах пофотографировались вот кстати вот видео как мы с ней там немного лазим и бродим вернулся я ребята на эту замечательную фабрику или завод как и планировал нашел екатерину модель которая согласилась на все это безобразие то что еще не каждый скажем так и каждый человек согласится вообще тащиться куда-то по каким-то помойкам лазить да тут погода прям такая торговщина об аккуратнее на голову может капать так а нам екатерина вот в эту темную дверь да и вчера я вот мне пришлось включать тут осторожнее какая-то деревянная штука навстречу крова кровосос какой нет кровосос какой-нибудь асси аутентичный мир stalker игр рассматривать то вот здесь я поднялся на второй этаж но дальше я не полез там потому что ступеньки ну вот лишь как они свисают как мы принципе может быть она бы и меня выдержал и может быть когда-нибудь я полезу выше 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 и доберусь до самой крыши но данный момент скорее нет чем да там кстати наверно будет сухо что-то мне да ну не нужно а где они залезли обрушила секции они там сидели ну смотри скобы вот начинается достаточно такой доступности на вид очень даже неплохо выглядят можно залезть и сидеть там орать бояться спуститься если что следов туда я не вижу капли на меня вот ну все мы подошли первое так сказать первому чекпоинту ну чем-то да ну я не понимаю что это до конца я просто не знаю как выглядят печи настоящие и для чего печи ну бог какие-то дырки поддувал или хера узнает вот а вот там та комната где мне понравился как светит свет вот я не знаю я большой фанат вот такого вот освещения такого вот в общем снимаем снимаем ходим снимаем друг друга снимаем в том числе вот вот нашли вешалку здесь для одежды какое-то время непродолжительное назад вешалкой был я но это затея сложная одновременно удерживать очень много одежды и снимать екатерину екатерина екатерина очень подвижная одежда не очень много а сейчас я вот екатерину поставлю туда в этот кусочек кусочек света я прямо отсюда буду снимать общий план идея 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 где где-то вот здесь топ стоп раз-два сейчас я буду фотографировать то есть ну согласитесь атмосферная штуковина причем не такие места нравятся именно за счет того что там есть фактура то есть фактура на которую можно снимать вот это вот необычная которую на студии не воспроизведешь и в наше время ну не так часто где встретишь на есть места где такого полно но в краснодаре по крайней мере я таких мест то чтобы не знал но и не знаю сейчас вот одно такое разведал чтобы так вот где-то еще что-то попадалось подобное не встречал поэтому я вот крайне обрадовался вот есть фактура на которую можно поснимать и главное есть свет то есть там есть много мест мест где есть хороший ну скажем так направленный рассеянная еще погода была такая пасмурная облачная то есть прямых солнечных лучей нигде не наблюдалось и вот в эти все проемы щели всевозможные как бы падал на достаточно мягкий но при этом направленный свет при котором можно получать хорошую вкусную картинку вот и в итоге что у меня получилось поскольку идеи никакой не было вот кстати говоря о чем я с чего начал что кто-то нормальные люди здоровые люди они находят начинают с идеи и под нее все уже лопать это подстраивают а здесь прошло вообще через жопу самого конца то есть появилась локация и я уже такой о локация надо снимать не идея не образа ну модель нашлась не нашлась бы и катерину кого-нибудь скорее всего бы в торопях еще нашел повел бы туда ну то есть все с обратного пути но при этом получились вот такие вот карточки смысла в них ребята честно говоря какой-то глубокой идеи не ищите потому что как сами понимаете я в этом сознался ее как бы особо нет но мы с екатериной старались как могли поэтому вот приятного вам просмотра так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...